Всем привет, с вами Цацулин Борис, и у меня вопрос – что это за странная штука у меня на заднем фоне? Вы все прекрасно знаете, что это. Это обычная лампочка. В школе нам объясняли, что лампочка работает, потому что её питает электричество. И вот вопрос. Вы знаете о том, что лампочка работает с помощью электричества, но что это вам даёт? Что вы на самом деле знаете о лампочке, вы не знаете совершенно ничего, потому что электричество – это просто слово, которое объясняет, как это работает. Вот лично для вас фраза «электричество» позволит ли сделать какие-то расчёты, что-то поменять, как-то отрегулировать и настроить этот прибор? Уверен, что есть среди нас люди, которые это знают прекрасно. Но знает ли об этом большинство людей? Если вдруг вы бы знали, что лампочка научно необъяснима, и вы не знаете, как она работает, то сделало ли бы это ваш интерес к этому невероятному устройству выше? Я думаю, да. Если бы вам сказали, что лампочка научно объяснена, вы бы, естественно, поняли, что лампочка научно объяснена, и кто-то знает ответ на этот вопрос. Ваш интерес становится меньше, потому что вы знаете, что кто-то это уже объяснил, и ваше стремление изучать что-то новое снижается. Это связано с тем, что ценность, то, как вы оцениваете это знание ниже, потому что оно распределено по популяции. Здесь есть несколько объяснений. Например, если у меня есть какие-то новые знания, я их могу продать и могу их использовать для того, чтобы заработать и получить известность, славу и всё остальное за своё новое открытие. Кто-то расскажет о своём личном вкладе в историю человечества в связи с этим новым открытием. Но почему любопытство снижается, когда вы знаете, как это работает? Или вас просто может устраивать то, что другие люди об этом знают, или вас может устроить то, что другие люди тоже об этом не знают. Но это есть, и зачем мне об этом знать больше? Скажу так, большинство людей на самом деле не знают механизма работы антибиотиков и, соответственно, не знают, как они работают и когда их применять. Большинство людей применяет гомеопатию и не знают о том, как она работает. Мне кажется, что я знаю ответ на вопрос, потому что наука это доказала. А если наука это доказала, то зачем мне углубляться в детали? А может быть, наука не доказала? И так и происходит очень-очень часто. Научный метод – это метод проб и ошибок. И учатся-то на ошибках. Кстати, добрая часть исследований, которые были проведены и получены с негативным результатом, США, например, получают меньше грантов. Исследователь просто должен подтвердить свою гипотезу. И это крайне интересно. О холестерине я рассказывал в одном из моих роликов. Можете узнать о 50-ти годах холестериновой истерии. А сейчас, оказывается, всё наоборот. Холестерин тогда был вреден, сейчас он полезен. И вроде вы поняли, ага, он полезен. У вас есть категория, и это научно объяснимо. На самом деле, мир полон загадок и тайн, поэтому исследуйте, потому что, когда вы слышите фразу «научно доказано», на самом деле она не значит ничего. Слушай, а кто вот эту хрень сделал? Это, наверное, инопланетяне. Не мог же ты построить вот такую штуку? А кто ты это сделал? Я не могу, например, такую штуку создать, а ты можешь? Я думаю, это случалось раньше с пирамидами, например. А к чему вообще всё это? Итак, мы сегодня говорим о витаминах. Я делал ролик о портале The Brights и о моём конфликте с ними. Ссылочка в аннотации в описании к видео. И также я выступал в ноябре в Москве на скептиконе, где рассказывал о витаминах. И впоследствии эта лекция, которая тоже есть в описании к видео, оказалась в группе по борьбе с лженаукой, где спросили, а почему Борис, выступая на подобном мероприятии, занесён в список расстрельных The Brights. Именно поэтому был сделан на самом деле мой ролик. На Фейсбуке в группе комиссии по борьбе с лженаукой было опубликовано моё видео и был задан вопрос. Не вопрос, точнее, а комментарий был дан. Не всё правильно. По тезисам можно и надо комментировать и уточнять каждое утверждение. Это очень большой труд. Неподготовленным людям, которые не способны оценить сказанное критически, я бы рекомендовал покороче и повадеснее. Видео на Sci1. Отсутствие витаминов в пище смертельно. Об этом говорил я. Мне говорят, что далеко не для всех витаминов. Витамин D вырабатывается в коже на свету, и многие витамины вырабатывает кишечная флора. Вот сегодня мы поговорим о витаминах и о флоре. Шлифовка риса вызывает болезнь берибери. Это говорил я. Только если ничего не есть, кроме риса. А тиамин содержится в растительной животной пище, синтезируется кишечной флорой. Поэтому у современного человека элементарный дефицит витамина В1 невозможен. Значимый дефицит витамина А встречается разве что в беднейших странах. И, согласно охранному исследованию, показано, что добавление в пищу беременным ничего не профилактирует. В итоге делает сложный вывод о том, что нас, россиян, касается проблемы элементарных витаминозов. На самом деле, того рациона среднего россиянина, что существует сейчас, не только не хватает, а с избытком хватает для подавляющего большинства витаминов. Подавляющее большинство на самом деле не только не хватает. Что это за странные категории? Исключением является только витамин D младенцам, женщинам со склонностью к остеопорозу. Итак, я даю комментарии на каждый из тезисов, и меня заинтересовал вопрос в рамках обсуждения о том, как синтезируются витамины кишечной флоры. Вообще отсутствие витаминов в пище смертельно. Это факт. Исследования Лунина, о которых я рассказывал, с кормлением крыс, там кормили крыс рафинадами, белком, жиром и углеводами, но исключали из их рациона витамины и минералы. И, соответственно, смотрели, что происходит с крысами. Они, естественно, умирали. Но сейчас витамины исследуются крайне активно, и это происходит не просто так. Это происходит, потому что они для нас важны, потому что отсутствие витаминов в рационе – это однозначно смерть, потому что это базовая потребность. И это факт. И зачем людям этим заниматься, если бы это не было важно? Это для нас сейчас кажется, что у нас всего в достатке, а какие-то 200-300 лет назад история была другая, и мы много чего не знали об этих веществах. Сейчас почему-то, оперируя какими-то простыми понятиями, мы говорим, что на самом деле мы всё знаем о витаминах. Вот с микрофлорой всё совсем непросто. Почему? Какие такие многие витамины вырабатывает кишечная флора? Какие многие? Насколько их вклад существенен? И тезисно люди, которые занимаются исследованием в области витаминов, на самом деле не имеют большого накопленного знания об этом. Что я сделал? Я накопал вообще все материалы по воздействию микрофлоры на синтез витаминов, на их концентрацию в крови, на их уровень потребления. И, в общем, всё, что есть, всё в ссылках в описании к видео. Первое. Почему нельзя рассчитывать на микробиом? Всё просто. Есть так называемый bacterial diversity в исследовании. Это сама флора. То, что её разнообразие по штаммам, по соотношению различается в самых разных человеческих популяциях. То есть, это не новость. На очень многих научно-популярных порталах таких публикаций пруд-пруди, их много. Действительно, люди отличаются по микробиому. И на научно-популярных порталах очень-очень много статей на эту тему. Есть гены, которые кодируют G-A-T – это глутамин, оксаглутаратаминотрансфераза, сложное слово, которое вам ничего не скажет на самом деле. Ферменты, которые участвуют в синтезе витаминов. И ферменты, которые участвуют в синтезе витаминов по этому микробиому серьёзно различаются между популяциями, например, в США и малави. Это один из немногих примеров. Это просто пример. Можете посмотреть, что это за ферменты, они участвуют в синтезе витаминов. Ещё проще. Гены у бактерий, которые есть в кишечнике каждого человека в рамках популяции, различаются. Соответственно, у нас есть бактериальное разнообразие. Эти бактерии по-разному выделяют ферменты, необходимые для синтеза витаминов внутри кишечника. И в этом исследовании это корреляция и разница в концентрации фолио и кислоты из-за того, что разные микробиомы. То есть, так было приведено исследование. Это формат у него такой. И на выходе мы имеем некую связь. Но мы на самом деле не знаем, есть ли здесь связь. И это исследование можно трактовать как угодно. Мы на самом деле мало что знаем. А то, что было измерено, измерено очень простыми методами. И что ещё сделали? Как решили эту корреляцию проверить, взяли и исключили из групп людей по характеристикам представленности бифидобактерий. Исключили. И что выяснили? Выяснили, что есть корреляции с уже опубликованными раньше работами о том, что концентрация в крови фолиевой кислоты и кабалавина уменьшается, увеличивается с возрастом. Дело в том, что есть некая взаимосвязь. И на основе вот этих данных можно сделать предположение. Если есть разброс, если есть разница, если она наблюдается, значит, есть разброс по бактериям, которые влияют на синтез. И мы знаем только вот небольшую вот эту маленькую толику того, как могут бактерии влиять. И поэтому здесь не может быть просто твёрдой позиции, вроде, нам всего хватает. Бактерии всё за нас делают. Они везде одинаковые. Они не одинаковые. Как это делали, в США собирали у людей кал и, соответственно, проводили анализ. И на основании анализа кала получали распределение. И это НЭЙЧ, это очень хороший уровень. А вот у нас ещё здесь табличка. Здесь уже представлено распределение по, собственно, флоре, которая является витаминно-синтезирующей или производит ферменты и всё остальное необходимое для синтеза витаминов. Вот у нас результат. Мы можем видеть, что вещества, участвующие в метаболизме витаминов, их количество чуть увеличилось и изменилось. Это исследование ссылается на базу данных, который был создан в Киотском университете в рамках проекта исследования генома человека. И изучали флору, строили предположения насчёт того, какая флора может на основе наличия генов вызывать экспрессию, влиять на экспрессию веществ, которые влияют на витамины. Понимаете, как это сложно? И у нас есть определённые результаты, и результаты здесь следующие. Как провели это исследование? Всё очень просто. Собирали кал, полученный от разных американских деревень, Татамазон, Свенцуэлла. В общем, есть табличка, здесь всё указано. И фекальные образцы отбирались определённым образом, экстрагировались, получали ДНК из одного образца фекалия. Соответственно, получали на основе ПЦР, получали присутствующие результаты секвенирования, получили гены бактерий. Короче, на основе ПЦР выявили, собственно, разнообразие бактериальной флоры на основе анализа в калах. К чему все эти сложности, почему я рассказываю о том, как это делается? Потому что это сложно, потому что это сложно, потому что переменных безумно много. У нас есть образ жизни, у нас есть питание, у нас количество рационов клетчатки. Вот опять же в этом же исследовании выяснили, что есть взаимосвязи на метаболизм желчных солей из-за более жирной пищи, из-за большего содержания жиров в пище. Вероятно. А может быть и нет. И мы не знаем. Это предположение. И влияние образа жизни, питания, всего увеличивает время прохождения пищи, например, по ЖКТ. Это исследуется в рамках СРК-синдрома. Об этом, кстати, тоже есть исследование. Все это может влиять на состояние микрофлора, потому что переменных безумно много. И на пропорцию штаммов, на их взаимоотношения. И как это можно все учесть и говорить о том, что витаминов нам достаточно? Откуда мы это знаем? У нас есть систематические исследования. Я обязательно буду на них делать обзоры. Их немного, их порядка трёх-четырёх, и в них говорится о том, что мультивитаминные добавки не снижают и не повышают риск смертности в популяциях разных. И что особенно влияние не было замечено. Но это систематическое исследование. Оно работает несколько по-другому. Более того, в этих систематических исследованиях изучается только несколько факторов. Например, риск развития рака, влияние на развитие рака лёгких, например, когда исследовали бета-каротин. Здесь берутся маленькие-маленькие взаимодействия витамина и результата. А переменных много. У нас нет и сейчас никаких данных о том, что определённая концентрация витаминов, если она постепенно снижается, как она влияет на наше состояние здоровья. Мы этого не знаем. У нас должны быть переменные, по которым мы должны делать расчёт. А пока мы этого не знаем, я не могу на себя взять ответственность и говорить, что синтез идёт достаточно, что наша флора за нас сделает всё. Я хотя бы сомневаюсь, потому что есть огромное количество материалов на тему того, как сыроеды, веганы. Это ещё дополнение, ещё одна переменная, которая даёт несколько другой результат. есть материалы, я на них ссылаюсь, о том, что элементарные дефициты витаминов у веганов, у сыроедов, если они не делают всё правильно, если они ограничивают свой рацион до какого-то набора продуктов, то да, у них он встречается. когда они исключают животные продукты, животного происхождения. Мы знаем, есть люди, которые сдают анализы, показывают результаты, есть отзывы врачей, есть исследования, всё это есть. Я сам с этим сталкивался в рамках своей работы, ну, раз, наверное, десять мне писали люди, которые хотели выйти из веганства. Я предлагал им сдать анализы. У них, как правило, были… Я потом подборочку сделаю специально, чтобы уточнить, не было ли это моей ложной ассоциацией, сделаю подборочку анализов на уровень гемоглобина. Вот. И можно будет посмотреть, прав я или нет, или я, может быть, ошибаюсь. Может быть, мне показалось так, я сделал такое предвзятое убеждение. Это моё предвзятое убеждение на эту тему. Мне захотелось поверить в мою гипотезу, и поэтому она такая. Я это проверю в следующем ролике. Но помимо моего опыта, есть опыт людей, которые прошли через это всё, и их опыт очень весом. И о нём есть материалы. Подобные случаи у меня на канале. Смотрите. Какие витамины вообще синтезирует кишечная флора? Это очень хороший вопрос, потому что нужно сначала выяснить, какие витамины синтезируются флорой. Я это сделал. Какое количество, какой общий вклад этих витаминов, какой пул даёт бактериальная флора? Вообще важно ли влияние флоры? Потому что, может быть, это ничтожное количество. В толстой кишке есть транспортеры биотин, тиамин, рибофлавин, перидоксин, фолиевая кислота. Витамин К ещё 70 лет назад, это было не новостью, это известно. У нас витамин К исследован, я о нём тоже рассказывал. Важность его понятна. Именно поэтому были открыты и транспортеры к витамину К и ко всем остальным, потому что они тоже могут иметь значение. Нельзя говорить, типа, всё, нет, нам это не важно. Вот данные по исследованию по витамину К. Абсорбция витамина К снижается с возрастом, потому что нам известно, что есть транспортеры. При различных патологиях печени, то есть, если с печенью проблемы, опять же, антибиотики, лекарственные средства, и есть их влияние на концентрацию витамина К, на его синтез. Всё то же самое происходит с тем, как влияют продукты на микробиом, на кишечную флору, на то, что у нас там. У нас есть микрофлора, которая синтезирует витамин К. Она есть. Но почему встречаются тогда дефициты по витамину К? Почему они есть? Почему они были, если всё синтезируется? Может быть, мы едим достаточно продуктов, которые даёт нам синтез? Сейчас. Сейчас встречаются дефициты по витамину К. Это факт. Они есть, они не очень распространены, но они случаются. Если бы микрофлора синтезировала полностью витамин К, то в исследованиях вообще на людях не было бы простой речи, никто бы не стал выяснять, какие там некарбоксилированные формы остеокальцина, GLA-протеин, которые все связаны с синтезом витамина К. Это бы не стали выяснять. Из чего бы, если синтезов просто хватает? Если у нас есть флора. И она покрывает все потребности. Количество витамина К2. Менахианин это называется. Это тоже, опять же, просто К2. Так легче запомнить. Сколько продуцируется витаминов в кишечнике, флорой, неизвестно. И такие данные из материала из материала я предоставляю ссылочки. Все. И туда, и туда. Чтобы нам понять, действительно ли витамин К вырабатывается флорой, и сказать, закрыть вопрос, типа, К хватает, нам что нужно? Нам исследования нужны на людях, у которых будет выявлено, сколько витамина К синтезируется в кишечнике, как на синтез влияет диета, геном человека, как bacterial diversity влияет, как влияет образ жизни, как влияет заболевание, возраст, потребление самых разных веществ, алкоголь, всё, что угодно. Это нужно знать, нужно учитывать, а мы знаем очень мало. А что есть, это грызуны, фекалии, отдельные штаммы, генетические паспорта. На них можно ссылаться, но они не дают ответа, ответа нет. Ответа нет. Далее фолиевая кислота. То есть, есть данные о том, что фолиевая кислота синтезируется флорой. Вот пример фолиевой кислотой. И самое-то смешное, что результаты, например, по фолиевой кислоте, о которых я рассказывал из Nature, они получены на основе фекалий, анализа фекалий. То есть, мы на самом деле не знаем, сколько было абсорбировано, сколько там должно быть, сколько будет в какашке, извините, в просвете кишки. Мы не знаем это, сколько там чего и сколько абсорбируется. Но вот у нас, например, есть данные, что да, что когда мы повышаем количество фолиевой кислоты в рационе, у нас повышается и уровень фолиевой кислоты в калии. Это ещё одна взаимосвязь, которую можно учитывать для того, чтобы получить результат, вывод какой-то. Вот ещё есть материалы с культурами в пробирке in vitro. И более того, знание о том, что есть лактобактерии, которые синтезируют витамин К, использовали для того, чтобы получать ферментированную продукцию на основе выделенных из кишечника человека лактобактерий. Догадываетесь, о чём я? Да, я рассказываю о пробиотиках. И вот мне пришло сообщение от Нины Бумер – это всё для умных. А что нам дуром делать, чтобы отёки ушли? Простого решения нету, потому что мы все разные. Бывают разные причины отёков. Надо разбираться, какая причина. У нас есть метод, поэтому методу мы можем следовать. Можем сдать анализ на гормоны щитовидной железы. Мы можем попробовать поменять свой рацион и попробовать поиграть с электролитным балансом. Это вот что мы можем сделать. Выяснить причину отёка – это, может быть, любое заболевание, померить уровень артериального давления. Может быть, оно у вас повышенное, у вас гипертонические отёки и что угодно. Это именно поэтому видео для умных, потому что надо составить карту, схему, рассчитать. И основной вывод – сейчас пока невозможно как-то вычислить и продемонстрировать производство витаминов отдельным конкретным телом, человеком, организмом в рамках традиционных методов исследования микробиома. Нельзя. У нас есть разнородные штаммы, у нас есть лактобактерии, которые влияют на синтез фолиевой кислоты. Кто может достоверно утверждать, что у этого человека, вот конкретного, вот такой микробиом даёт достаточный набор штаммов. Есть название для этих штаммов, увожу на экране, который занимается синтезом фолиевой кислоты. Вот у нас есть, например, параминобензойная кислота. Это вещество, которое является промежуточным продуктом в синтезе фолиевой кислоты под воздействием флоры. То есть, бактериальная флора использует кислоту для того, чтобы получить фолиевую кислоту. И да, у нас даже есть знания о том, как синтезируется фолиевая кислота в кишечнике. Есть подробная схема, кому интересно, и как флора с определённым геномом с этим связана. Также важно учитывать влияние таких факторов, как герб, как язвы, как гастриты, потому что они тоже влияют. И на это есть материалы. Причём вот здесь как раз-таки малиабсорбция фолиевой кислоты случается при заболеваниях самых разных. Вот они здесь выведены. При употреблении определённых антибиотиков и при целиакии, например, при употреблении алкоголя. Всё здесь. А поскольку малиабсорбция существует, поскольку её изучают, это тема, которой стоит уделять внимание. А не пригрести всё под одну гребёнку, типа, всем хватает, всё нормально. Вопрос на сколько? Я на скептиконе. Рассказывал о том, что шлифовка риса вызывает болезнь берибири. Мне утверждает, что зачем ты рассказывал об этом? Это если не есть ничего, кроме риса. Отеамин содержится в растительной пище, в животной пище, синтезируется кишечной флорой. Но они синтезируются. В ролике я давал историческую справку, где подробно рассказывал ситуации, в которых люди не ели, не потребляли достаточно тиамина. Я специально давал историческую справку, потому что это было совсем не так давно. Это было около 100 лет назад. Это было совсем не так давно. Более того, понятие правильный рацион, хороший рацион, нормальный человек, ненормальный человек, современный человек, он очень размыт. например, я привожу материалы о том, что есть, например, в США аж два материала исследования на тему того, как у людей развивался дефицит тиамина. Это была Япония, люди с физиологическим стрессом, и у них субклинически был дефицит по тиамину. А это важно. Далее ещё есть материал о том, что в США у людей с невротическими расстройствами, которые не обращались к врачу, которые не употребляли седативный, им после введения определённых доз тиамина им стало легче. И более того, у них был интересный рацион, они не ели достаточное количество клетчатки, они ели джанк-фуд в основном, рафинированные продукты. Это интересно, особенно при уровне потребления в Мексике джанк-фуда. Там многие люди на колу молятся. То есть, нормальный человек – это размыто. Когда мы говорим о том, что рацион среднего россиянина, как мне написали, содержит все витамины и минералы, это как заявление аналогично тому, что все продукты содержат белки, жиры и углеводы. В данном контексте нужно рассматривать проблему более комплексно. Например, вы можете получить норму белков из бананов или из огурцов. Но вряд ли. Так то же самое и здесь. Что значит нормальный рацион? Многие люди отклоняются от понятия нормальный рацион. А у некоторых людей рацион совсем ненормальный. Не зря в комплекты с большим количеством рафинированных продуктов даже у нас армейские наборы имеют в себе витамины. Или витаминные примиксы. Или продукты с добавлением витаминов, потому что они изготавливаются из продуктов с высокой калорийностью. Эта пачка должна быть максимально калорийной, также должна быть максимально биологически ценной по всем показателям. Поэтому это стараются сделать. Это, кстати, интересная история. Это вопросы пищевого производства и пищевых технологий. Это круто. Итак, вопрос. Рацион среднего россиянина. Что это такое? Какие у нас есть данные? Вот я здесь сделал подборочку. Вот, например, школьники северных и малых городов Красноярска, имея преимущественно 3-4 разовое питание в сутки, одно из которых они получают в школе, потребляли меньше по сравнению с рекомендованными нормами питания мясных и молочных продуктов. То есть, у них был дефицит. Делали кашу, делали кашу на воде, мясо из шкурок. Особенно если у них несколько разовое питание. Например, в столовых. Многие молодые люди питаются в столовых. Это факт. Студенты питаются в столовых. Не все могут себе позволить домашнюю пищу и очень разнообразную пищу. Вот, например, питание школьников. Тоже были оценки. Оно не соответствовало просто нормам потребления витамина даже С, витамина В2, фолиевой кислоты, фосфора, магния, железо. Вот я даю ссылочки все на материалы. Дефицит тиамина и токсическое действие этанола играют большую роль в развитии алкогольной нефропатии, которая в России является одной из самых распространённых форм генерализованного поражения периферических нервов. Встречается у 10% людей в возрасте от 40 до 70 лет, страдающих алкоголизмом. В России эта история есть. Я почему нашёл это? Потому что я сделал предположение о том, что наверняка, раз есть воздействие этанола, нужно посмотреть, как это отражается на популяции в России. Вот данные по России. Также здесь есть заметка о том, что есть гиповитаминозы группы В у людей 500 жителей Самарской области, которые могут страдать ожирением. То есть, люди едят очень много, но тем не менее у них есть гиповитаминозы. Это как? Какие на это могут быть причины, кроме элементарного? То есть, помимо этого, у них могут быть какие-то заболевания, которые вызывают снижение уровня витаминов. И с помощью препаратов можно их восполнять. Вот такое. Или, например, Мурманск. Дефицит витамина В1, витамина В2 и железо в Мурманске. Только 15-26% употребляют рекомендуемое количество фруктов и овощей ежедневно. В Архангельске, например, в возрастной группе просто содержание витамина С в рационе было довольно низким, всего 50 мг. То есть, 51 на 1 – это мало. Так какой же рацион даст вам все витамины и минералы в достаточном количестве? Что это вообще значит? Какой рацион нормальный, какой рацион ненормальный? Как подходить к этому вопросу? Всё просто, у науки нет ответа. Мы не знаем, как это работает. Мы знаем только какие-то грани, которые смещают нашу степень незнания об этом вопросе в сторону чуть большей достоверности, чуть больше фактов, которыми можно оперировать, использовать для того, чтобы сделать что-то новое. Средний рацион россиянина. В России он разный. В Москве, в Санкт-Петербурге, в больших городах, да, может быть попроще, а в других городах может быть посложнее, и выбор продуктов ниже, и средняя зарплата очень варьируется. То есть, эти перемены тоже могут влиять на рацион современного россиянина. Как вы питаетесь каждый день? Расскажите, какой у вас набор продуктов? Это будет интересно. Можно будет сделать расчёт на основании ваших данных, ваших заметок о том, что вы потребляете ежедневно. Можно получить некую карту. Это, кстати, интересная идея. Я ей обязательно в будущем воспользуюсь. Поэтому у нас достоверного ответа на этот вопрос просто нет. К чему всё это? Такой длинный ролик. Зачем ты так много рассказывал, так разбазаривался? И что? Что это мне дало? Что я узнал нового? Действительно, узнал ли я, как работает лампочка? Сказки перестают быть сказками, когда в них начинаешь верить. Кто не идёт много со временем, уходит со временем. Пока-пока. Итак, друзья, я надеюсь, несколько необычных форматов вам понравился. Я попробовал его в таком режиме. Обычно это то, как я готовлю материалы. То есть, как я их читаю, что я делаю. Меня просили снять такой ролик. Я подумал, что поскольку у меня есть уже разобранный материал, который я сделал в качестве ответа, его разобрать, как его обычно разбираю я, знакомясь с текстами материалов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если видео вам понравилось. Расскажите друзьям об этом видео. Я буду стараться делать больше и больше. Сейчас я готовлю ролик про сахарозаменители. И я приступаю к исследованиям вейпинга. У меня будет ролик по омега-3. Короче, работы много. Я стараюсь успеть всё. Но каждый материал требует определённой подготовки. Это оно и есть. Это то, как я работаю с материалом, чтобы получить совсем небольшой ответ на вопрос, как влияет флора на синтез витамины. Простой ответ и так много работы. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова